Всем партнерам игры. Начнем с господина Акубарди. Господин Акубарди, а вы как думаете, знатоки проникли в суть вопроса? Господин Идочий, более того, конечно, думаю, что проникли. Более того, я думаю, что господин Бринси не может точно знать, с какой именно целью это использовалось. И вообще точное попадание в губы. Вы понимаете, что одно слово уже может обеспечить непопадание в губы. Поэтому, скорее всего, цель была более обширна. Это правильно смонтировать дубляж сцены, а не конкретное движение губ. Поэтому, я думаю, что ближе к истине даже не версия телезрителя, а версия знатоков. Хорошо. Вот как вы загнули, господин Акубарди. Господин Прохорович, как вы считаете? Ну, мне хочется защитить господина Бринси. Защищайте. Защищайте. Я считаю, что знатоки ответили только наполовину. Но ответ не точный. Не точный. Поэтому они очка не заслуживают однозначно. То есть, по вашей логике, 0-5 округляется в меньшую сторону. Меньшую, конечно. Не, ну такой команде звездные. Зачем помогать, господин Бринси? Ну, пока она никакая не звездная. Они сами справятся. Пока они молодые новички. Они на самом деле четвертый раз за игровым столом в таком составе. Ну, вот, госпожа Молчун. Вот не зря, не зря мы пригласили вас сегодня на игру нашего маститого капитана, госпожи Повышевой. Что скажете? Я, господин ведущий, не только из женской солидарности, но и в целом, высушив версию знатоков, я считаю, что ответ должен быть засчитан как правильный. Вы думаете, должен быть засчитан? Да. Мария, скажите, а вот вы, вы так просто начали сегодняшнюю программу, мы с тобой, а вот у вас много было негативных отзывов? Как вы могли вот в тот раз знатокам что-то там не засчитать? Ни одного. Ни одного. Возможно, просто побоялись сказать. Да. То есть вы сейчас не находитесь под давлением вот этих вот знатоков? Абсолютно нет, абсолютно нет. Ну, господин Прохорчик, все-таки 2,5 на пол очка даже в шахматах это преимущество, поэтому даже если я свою половинку к вашей половинке прибавлю, будет 3-1, надо засчитывать. 5-3. Я вас от другого не ожидал. 5-3, госпожа Повышева. Ну, конечно, Алена, надо все-таки филиграннее формулировать. Понятно, что если вы все-таки сумеете добраться до финала, так там уже не пройдет, потому что все-таки вы понимаете, что попадание в текстовку губ и продолжительность, это все-таки немного разные вещи. Я согласна, господин Прохорчик, что мы не дословно точно сформулировали. Ну, логику поймали, тут безусловно. Но мне кажется, что мы были ближе, да, чем к нет, поэтому я не чувствую угрызений совести за то, что... Я согласен, и даже, мало того, я их не чувствую, пусть их чувствует господин Прохорчик, который не так рьяно отстаивал интересы телезрителя. Продолжаем игру, девятый раунд. С вами отстаешь. Господин Михалченко, скажите, пожалуйста, а вот вы сами знаете, что про вас говорит ваша команда? Вы как-то вот общаетесь между собой, личные характеристики даете? Ну, хороший момент и знаю. Да. Ну вот, оплот разума и нормальности среди всего этого великолепия, это капитан про вас так говорит. Квитэссенция доброты и хорошее настроение, это господин Сулавка. Ну, и, наконец, Балагур с Теодолитом, так про вас сказала госпожа Шибут. Вот так госпожа Шибут вас искренне уважает. Давайте посмотрим. Будет играть сектор Бористо. Ой, прекрасно. Голубка Пикассо, совершенный и гармоничный рисунок, ставший бессменным символом мира, вдохновил экспертов на создание мягкого сбалансированного бленда номер три. С нежным ароматом сухофруктов и красного вина. Бористо Арт, коллекция авторских блендов, уникальных как произведение искусства. Каждая игра в нашем клубе, это коллекция уникальных авторских вопросов. А сегодня против вас в секторе Бористо Арт играют виноградари Геннадий и Валентина Овчатова, город Каменка-Днепровская, Украина. Госпожа Повышева, внимание, Баян! Из всех вариантов, которые у вас промелькнули за две секунды в голове, госпожа Повышева, оказался именно этот. Да-да, это картина Виктора Васнецова, которая называется «Баян», на которой изображена сцена отдыха дружины князя Игоря перед битвой с половцами в 1185 году. О том, что князю предстоит серьезное сражение, говорит и цветовая гамма, и хмурое небо, ну и, конечно, доспехи воинов. Внимание, вопрос. А как важность предстоящей битвы подчеркивается Васнецовым еще и сюжетом картины? Все слушают? Все молчат? Сортирная наверху есть? Там нет коней, потому что он же... Справа Баян, да? На коленях стоят. На коленях хорошо. Нет, ребята, непонятно, сколько на ней людей, потому что сзади там, смотрите, изображены несколько головок. Как важно, все молчат. Слушайте, а у них братина по серединке стоит, братина, да? Да, это она. Мальчик, по чему там сидит? Мальчик, что? Даже мальчик. Дети всех собрали, даже пацаны. Смотрите, и старик есть, и молодой. Никого не оставили. Никого не оставили. Там реально он сидит. Да, наверху я вам говорю. Да, сюда есть мальчик, есть реально все почти. Кто-нибудь вокруг этого Баяна-сказителя что-то... А не пьют из одной чаши все. Потому что справа непонятно, сколько людей стоит. Ну и там, за этим бомбом. Это все, это одно и то же, потому что. Ну, чтобы собрали всех, кого могу. Да, мама-то великая. Прошу, госпожа Повышева. Ну, я отвечу. Ваше право. Мы на этой картинке видим Баяна, как говорит ее название. Заглавного персонажа. Да, заглавного персонажа Баяна. Он старик, скорее всего, слепой, как это водилось. То есть здесь же мы видим еще маленького мальчика и еще одного довольно престарелого персонажа. И за горой еще мы видим войско, которое сложно сосчитать, потому что оно подразумевается, наверное, что его там очень много. И нам кажется, что художник подчеркивает важность предстоящей битвы тем, что на нее, на эту битву, собрались вообще все, кто мог прийти. Вообще все вот там от мала до велика и еще там огромная воображаемая толпа воинов. Ну, все-таки сюжет, понимаете, да. Вы сейчас нам весь сюжет и рассказали, а все-таки на ваш взгляд вот одна деталь из всего вам не перечисленного какая? Вот наиболее характеризует вашу мысль. Я бы сказала, что это, наверное, мальчик. Наверное, мальчик. Внимание, правильный ответ. Давайте мы его послушаем. Среди дружинников на картине действительно изображен мальчик-подросток, хотя на Руси было правило. Ребенок должен оставаться дома с матерью. Князь Игорь взял с собой это его сын, юного сына, чтобы тот своими глазами увидел важнейшее сражение и учился быть воином на примере старших, пишет нам автор вопроса. Ну, мальчика, конечно, вы вычислили, госпожа Повышева, но вы как сами-то думаете, ответили ли вы на этот вопрос? Мне даже самому интересно сейчас послушать. Я бы сказала, что нет. Ну, вот вы понимаете, господин супердородчик, вы по-другому и не могли походить. Ну, моя команда, конечно, считает, что да, наверное. Но у меня есть вот... В прошлом вопросе я бы себе очко зачла. В этом вопросе я все-таки имела в виду немножко другое. Госпожа Повышева, вам уже как-то так еще чуть-чуть, понемножечку, уже можно куда-то и в ведущие что-то, когда двигаться. У вас какое-то появилось обостренное и совершенно, на мой взгляд, верное, или это мы с вами так совпадаем, чувство справедливости. Я тоже считаю, что мысль закладывалась, к сожалению, другая. Были очень-очень рядом, но не вычислили, что это мог быть сын непосредственно князя. Господин Прохорчик, не переживайте, не нервничайте. Мы не засчитаем этот ответ команде. Я не согласен. 5-4. Правильно, господин ведущий. 5-4. А я поздравляю виноградарей Геннадии Валентины Овчатовой из города Камер-Котниковской, Украины. Вы разрабатываете 400 рублей. Но если вы выиграли на подряд... Своим собственным умом. Вот сейчас госпожа Повышева обсуждает, как же быть в команде, играть или выигрывать с игры, пробовать свои силы осенью, или все-таки рисковать и брать решающий раунд. Госпожа Повышева, что вы решили? Госпожа Повышева. Так, я, господин ведущий, сейчас смотрите. Давайте с вами обсудим, пока я думаю. Да. У нас есть следующие варианты, как я понимаю. То есть мы уже не проходим финал летней серии сейчас. С игры? Нет, почему как? Если возьмете решающий раунд, оставите одного человека, 6 будет очков на кону, и тогда вы, конечно, если возьмете решающий раунд и выиграете его, то вы можете претендовать на финал, если вас никто далее не обгудет. Ну, то есть у нас два варианта, строго говоря, если мы хотим в финал. Это сейчас сыграть еще один раунд, его проиграть, и сыграть решающий, в чем нет смысла. Проигрывать раунды точно нет смысла. Вы можете выиграть 6-4 и получить неплохую строчку рейтинга в осенних играх. Ну, господин ведущий, это неинтересно. Это уж как вы сами скажете. Я думаю, что мне надо играть решающий раунд, только мне надо понять, кто это будет. Ну что ж, мы продолжаем нашу игру. Госпожа Повышева, мы остановились на том, что вам надо сейчас определиться, кто остается за игровым столом на решающий раунд. Останется Сергей Башлыкевич. Господин Башлыкевич. Человек с самым высоким процентом правильных ответов клуба. Давайте посмотрим на наше табло игровое. Счет 0-0. За словом остается господин Башлыкевич в одиночку. Я для телезрителей поясню, что если сейчас господин Башлыкевич найдет правильный ответ на этот вопрос, будет счет 6-0, и команда Алены Повышевой становится главным председателем на выход в финал лета. А если неправильный ответ будет дан, счет 0-6. И это означает, что непонятно, когда в следующий раз команда Алены Повышевой потенциально вообще сядет за игровой стол. Очень высокие ставки. Очень такая у вас неоднозначная турнирная ситуация у команды. Господин Башлыкевич, готовы? Ну, нет выхода. Я объявляю начало решающего раунда. Уважаемые телезрители, чтобы вспомнить, какое количество решающих раундов в целом сыграли наши знатоки, или как господин Башлыкевич вот такой высокий процент получил своих правильных ответов, посмотреть его предыдущие игры, вы можете зайти на наш сайт, твой игра бай, зайти в раздел знатоки, посмотреть, в каких командах играл господин Башлыкевич. Это я вас так подбадриваю, господин Башлыкевич. Спасибо. У вас, в кирки, много победных было традиций. Вы, наверное, еще ни разу, да, не играли один за столом? Только с командой. Автор гимна «Что, где, когда?», прозвучавшего на нашей юбилейной для десятилетия клуба. Честно говоря, я не нарвал это гимном, гимном назвали это вы. Это мы назвали. Ну, уж так получилось, пока никто не перебил, можно сказать, что это гимн. Верона. Вот прям почти по Шекспиру у нас страсти развиваются. Против вас играют разработчики программного обеспечения Михаил и Элина Розенблюм. Знаете, почти по Шекспиру, господин Башлыкевич, потому что это город Верона, который в Соединенных Штатах Америки. Надеюсь, вопрос про программное обеспечение будет. Конечно. Внимание, черный ящик. Полная тишина в студии. Спасибо за поддержку. Все теперь тихо. Гришкина, не подсказывайте. В Канаде и некоторых штатах США конец февраля называют сезоном золотодобычи, а март и апрель – временем добычи янтаря. Успеваете? Почти. Конец февраля называют сезоном золотодобычи, а март и апрель – временем добычи янтаря. Успели? Да. При этом лишь 2,5% собранного превращается в то, что находится у нас в черном ящике. Внимание, вопрос. Что там? Продолжение следует... Продолжение следует... По-моему, госпожу Рабкину вам показывали чаще, чем раздумывающего господина Башлыкевича. Ну, конечно, да, всегда тяжело переживать за своего... За свою вторую половинку, я так скажу, да, которую сейчас играет Вера. Я же против. И наоборот, что чаще происходило. Да, господин Башлыкевич, прошу вас. Ну, я за Веру тоже сейчас переживаю. На самом деле. Ну, у меня есть, на самом деле, две версии. Одна такая, не совсем дооформленная, касающаяся того, что сходит снег, отмерзают реки. Давайте, подождите. Нет, нет, нет. Все это понятно. Вы давайте какую-то одну ответьте. Отвечайте оформленную. Я предполагаю, что здесь находится кленовый сироп. Кленовый сироп. Внимание, правильный.